Добрый день. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что пригласили выступить здесь. Я сегодня затрону одну тему, которая меня лично очень интересует и которая является краеугольным камнем блокчейна и биткоина в частности. Назвал я свое выступление social fork, разделение комьюнити. В принципе даже это не разделение комьюнити, которое я наблюдаю в последнее время, а рост параллельного комьюнити к тому, которое существовало в биткоине или вокруг биткоина последние 7-8 лет. Я занимаюсь биткоином с 2010 года. До этого я работал в payment индустрии, занимался платежными системами, программировал их. Я разработчик программного обеспечения и в этой своей сфере деятельности открыл для себя биткоин тогда. Стал им заниматься, интересоваться, ездить на митапы, смотреть, как оно все работает. И в 2013 году я бросил работу, чтобы открыть свой первый крипто стартап. Это была биржа тоже. Два года мы работали. Мы были легальная биржа, работали по английской банковской лицензии e-money. И решили закрыться именно из-за сложного регулирования. В итоге мы занимались только комплаенсом. Мы больше ничем не занимались. Как маленький стартап 5-6 человек. Нам не оставалось времени на занятия криптобизнесом. Поэтому мы решили, что это не имеет смысла больше для нас. Что мы лучше закроем биржу и будем заниматься действительно интересными вещами опять. Тогда я открыл небольшую компанию по консультированию и по производству программного обеспечения. И сейчас вот у нас 8 человек. Мы находимся в Кёльне, в Германии. И занимаемся разработкой для больших клиентов, для банков, для автомобильной индустрии, для энергетических концернов. Начнем с этого. Сатоши Накамото опубликовал свой white paper в конце 2008 года. Мы находимся сейчас вот в семнадцатом году и по моим наблюдениям, хайп, который мы сейчас наблюдаем, начался в конце, в середине 2015 года. Вот. Этот хайп начали не мы. Это начало не комьюнити. Это вот начали его вот эти ребята. Здесь больше ста банков, здесь не все поместились логотипы, которые основали R3. Это консорциум больших банков. Посмотрите, что за имена здесь стоят. Это самые большие банки в мире. Вот. Они основали консорциум, чтобы работать над блокчейном для себя. Вот. С этого начался хайп. Хайп продолжился хайперледжером. Тоже консорциум, но не банков или не только банков, а более широкой индустрии. Здесь такие игроки, как Intel, IBM, Samsung и прочие. И пошли проекты, начали все говорить о блокчейне. Доходит до того, я до этого не встречал такого, приходишь куда-нибудь в банк обсуждать проекты. Тебе говорят, давайте что-нибудь сделаем на блокчейне. Говоришь, ну а что? Да мы не знаем что, что-нибудь. Лишь бы на блокчейне. Да. И вот эта вот нездоровая тенденция, она продолжается и она усиливается. Вот. И вот в этой тенденции появилась комьюнити, которая не понимает на самом деле, что такое блокчейн. Что такое биткоин, что такое децентрализация. Они просто хотят проехаться на волне вот этого хайпа. Да. Кто из вас читал этот документ? Поднимите руку. Неплохо. Несколько человек прочитали, да? Вот. А у кого из вас есть биткоины? Или криптовалюты? Вот видите, я прочитала только может четвертая часть из тех, у кого есть криптовалюты. А этот документ, это основной документ. White paper, да, сейчас модный white paper. Это white paper от самого Сатоши Накамото. В нем только 9 страниц. В основном картинки. И в принципе даже достаточно прочитать первый абзац. Здесь в этом абстракте, в первом абзаце, описано полностью, как работает блокчейн, как работает биткоин. От начала до конца. А потом уже идут детали. Поэтому прочитайте обязательно этот документ. Вот. Но то, что придумал Сатоши Накамото, на самом деле придумал не он один. Он использует много технологий, он комбинирует много идей и технологий, которые нашли свое воплощение в биткоине. Сатоши Накамото решил проблему византийских генералов. Это научная проблема, известная с 1992 года, точно не буду утверждать. И у этой проблемы не было решения. Речь идет о том, чтобы в распределенной сети или в распределенной системе, там, где абоненты не могут все одновременно друг с другом коммуницировать, чтобы прийти к общему решению. Сатоши Накамото решил эту проблему и имплементировал ее в биткоине. Как первый use case решения этой проблемы. Здесь он описывает, как он решает эту проблему. Это можно найти в интернете очень быстро, какой-то старый mailing list. Решил он эту проблему, используя уже существующую технологию. Он использовал технологию hash-cash. Это proof-of-work система, придуманная тоже не Сатоши. Технология придумана, ну, несколько людей одновременно работали над ней, но считается, что ее придумал Эдам Бек в 1997 году. Тоже готовое решение. Сейчас в биткоине это решение применяется. Вот это четвертый раздел в white paper от Сатоши Накамото. Вот здесь упоминается имя Эдама Бека и его hash-cash. Вот эту картинку вы видели наверняка в каждой презентации для начинающих по блокчейну, по криптовалютам. Здесь объясняется, этой картинкой объясняется децентрализация. Но вы мало где найдете, кто действительно автор этой картинки и откуда она появилась. Я поискал, нашел очень быстро картинка эта из документа, который был напечатан на печатной машинке в 1964 году. Автор документа Пол Бэрон, американский ученый, разрабатывал он этот документ для американских военных, для военно-воздушных сил. И задача ему была поставлена придумать топологию сети, которая сможет выжить при взрыве ядерной бомбы. Сеть, которую нельзя уничтожить. И он предложил решение, которое сейчас имплементировано в биткоине. То есть вот он, Пол Бэрон, уроженец города Гродно, теперь республика Беларусь. Теперь мы посмотрим на наш ротмэп, который я вам уже показывал. Немножко с более другой перспективы. То есть не с птичьего полета, а скажем так с орбиты. То есть если мы возьмем за стартовый пункт биткоина не 2008 год, а 1964, и посмотрим, какие технологии учтены в блокчейне, в биткоине, то мы увидим, что хайп на самом деле только начинается. Здесь много интересных вещей. Каждое решение, они решали какую-то свою определенную конкретную задачу. Например, и кэш или и голд, они решали проблему транзакций. PayPal, Linden Dollar, они решали проблему цифровых активов. Но здесь же я и упомянул и хэш-кэш, есть тут у нас и BIM, и BitTorrent, как технология распределенных сетей, передачи данных в одноранговой сети. Все это нашло применение в биткоине. Если не напрямую как технология, то как идея. Но всем этим технологиям, они все пытались решить вопрос денег. Как создать электронные деньги, которые работают как настоящие деньги. И никто, кроме Сатоши, не смог решить эту проблему. Им всем не хватало одного маленького-маленького зернышка, но без которого оно не работает. И Сатоши добавил это зернышко. И это зернышко децентрализация. Он имплементировал настоящую децентрализацию, использовал алгоритм хэш-хэша, использовал proof of work, нашел механизм инцентивирования майнеров, которые поддерживают сеть. И как доказательство эта сеть уже работает в течение 8 лет. Все open source, самый стабильный блокчейн. Лучше не бывает. Но на децентрализацию, как самый главный или самый основной компонент блокчейна, сейчас проводится много атак. Атак социального типа, не технических атак. И на это надо обращать внимание. И вот то, что я рассказывал, что комьюнити разделилась или появилась новая комьюнити, вот комьюнити, которая появилась на хайпе, она проводит эти атаки, даже, может быть, не понимая, что она проводит эти атаки. Например, типичная атака на децентрализацию – это попытка получить контроль над системой, получить централизованный контроль над системой. Обычные инвесторы, они при этом не пытаются сделать что-то плохое. Для них это нормально. Вот я купил контрольный пакет, я контролирую фирму. Точно с такими мыслями они пытаются войти в блокчейн-бизнесы. Они пытаются купить какие-то контрольные пункты или создать системы, якобы работающие на блокчейне, но которые можно контролировать в определенных местах. Вот. В принципе, это абсолютно идет в разрез с децентрализацией. И оно не работает. То же самое попытка любой бизнес-процесс запустить на блокчейне. То, что я вам рассказывал в банке. Приходишь в банк, а давайте сделаем что-нибудь на блокчейне. Вам не нужен блокчейн. Нет, давайте сделаем, чтобы было как у всех. Вот. Это тоже атака на децентрализацию. Потому что банк, он никогда не сделает децентрализованную систему. Тогда банк не нужен. Если банк сделает децентрализованную систему, можно его закрывать. Вот. И работать, люди будут работать просто на этой системе. Поэтому попытка, все, что не попадя имплементировать на блокчейне, это тоже атака на децентрализацию. Да. Ну и, естественно, вот все эти войны, которые мы сейчас наблюдаем в комьюнити, связанные с форком, связанные с пампом-дампом, это тоже попытка обрушить децентрализацию. И поэтому валюты, созданные с помощью форка или которая поддерживает определенная группа инвесторов, скажем так, китов, они не будут работать. Они, возможно, в спекулятивном каком-то ключе, они короткое время будут работать, но это не те валюты, которые создавал Сатоши Накамото, не те идеи. Вот. Для чего я в этом все показываю и рассказываю? Чтобы вы решили для себя, в какой части комьюнити вы хотите жить и работать. Да. В первую очередь прочитайте white paper. Очень полезно. Раз вы все сюда пришли, значит, вы интересуетесь этой темой. Лучше ничего нет. Лучше оригинального white paper от Сатоши Накамото. bitcoin.org slash bitcoin.pdf. Вот. Тогда вы поймете, как работает настоящий блокчейн. И мы здесь находимся на product stage. Вы, наверное, все будете имплементировать сейчас какие-то аппы, связанные с блокчейном. Пытайтесь имплементировать децентрализацию так, как она должна работать, чтобы децентрализация оставалась децентрализацией. И то, что мы находимся сейчас в хайпе, в принципе, не так уж и плохо. Появляется больше людей в системе, появляется больше продуктов. Но надо понимать, что ты делаешь. Я уже это рассказывал. Я сегодня модерировал tech stage до обеда. И пытался говорить об этой теме тоже. Там были программисты. Или большинство было программистов. И не надо лететь за хайпом или скользить по волне хайпа и пытаться все, что хочешь имплементировать на блокчейне. Думайте перед тем, как что-то делать. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok